всем привет приветствую на своем канале с вами айман яскараева юрист в дубае данном видео я расскажу затрону тему противовес наверное большинству мнений которые порой направлены на продажу вам недвижимости в отличие от людей которые часто вводят заблуждение относительно легкости покупки квартиры в дубае я бы хотела рассказать о юридической стороне вопроса которая очень важна и которая возможно охладить ваш пыл при покупке но в то же время поможет вам не ошибиться все-таки очень часто ко мне когда приходят клиенты люди теряют огромные деньги зарабатывали много лет копили и не хотелось бы до чтобы люди не зная законодательства возможно или польстившись на какую-то рекламу были введены в заблуждение и потеряли хоть и бывает не на немного теряют например задаток отдали не знали о том что их не возвращают и вот вот эти нюансы все эти нюансы я затрону в данном видео нисколько не говорю о том чтобы они вкладывались в эмираты я вообще очень часто наоборот призываю что эта страна она благоприятная для инвестирования но знать особенности важно особенно когда очень много такой информации потока информации когда хотят продать и понятно что это желание бывает очень часто настолько сильным что либо не договаривают либо возможно сами не знают те кто продают недвижимость о каких-то скажем отдельной стороне вопроса первые с каким риском вы можете столкнуться когда вы приобретаете недвижимости инвестируйте в эмиратах о том что от вас скрывают какую-то информацию ли не договаривает особенности законодательства основным вот одним из таких нюансов можно сказать вам наверное не говорят о том что задаток часто не возвращается то есть если вы оплачиваете депозита сумму договор вы не подписали еще вы по сути отправляете деньги для того чтобы забронировать квартиру и эта сумма задатка в случае неважно в каком случае практически в ста процентах случаев она не возвращается крайне редко можно ее вернуть либо затратить на это колоссальное время энергию очень часто сами риэлторы жалуются на то что вот застройщики не возвращают первоначальный задаток только можно будет например в исключительных случаях эту сумму задатка отправить на другой объект у этого же застройщика или например вам не говорят о том что сроки строительства законодательно разрешено до 12 месяцев тем же застройщиком скажем отсрочить да если у них не получается сроки уложиться в сроки строительства то в этом плане им разрешается еще на год скажем без неустойки без оплаты неустойки не выполнять свои обязательства эти и другие вопросы являются как раз таки и такими краеугольными камнями когда осводят заблуждение или вы не знали поэтому друзья когда вы инвестируете в эмираты нужно понимать что возможно возможно вас вводят заблуждение возможно вам не договаривают или вы просто под впечатлением эмоции находитесь поэтому не хотите сами обращать внимание на какие-то факторы которые скажем бывают сигнальные факторы люди сами это чувствуют часто поэтому не торопитесь я часто говорю своим клиентам ваши от вас не уйдет тем более когда вас под давлением вынуждают срочно оплатить задаток что эту квартиру там или недвижимость очень быстро расхватывают это действительно так друзья в эмиратах действительно огромный поток скажем оборота с недвижимостью покупки транзакции происходят это действительно ты диву даешься как расходятся как горячие пирожки это на самом деле это есть но это не означает что вы должны сломя голову бежать и нести деньги не разобравшись вообще в сути вопроса еще один такой часто нюанс бывает когда я иногда вижу рекламу мне тоже немножко становится ну улыбаешься да сквозь слезы потому что клиенты действительно теряют деньги когда им говорят вот легкости покупки доступа доходности на этот рынок да действительно купить легко но когда вы технически уже собираетесь покупать вы сталкиваетесь например с тем же нюансом что когда у вас нету банковского счета в стране когда вы не являетесь резидентом этой страны и вы не можете оплатить недвижимость согласно правилам менеджер чеками как у нас это принято то вы вынуждена прибегайте к услугам третьих организаций которые делают вам менеджер чеки возможно вам предлагают либо какие-то обходные пути и этот нюанс друзья он он существенный почему он существенный потому что вы переводите деньги некой организации а какая-то организация заблокирует ли банковские счета эта организация которая неизвестно на каких основаниях принимает огромные деньги и кстати это тоже один из рисков банковских когда на транзакции на огромные суммы не целевое использование банковского счета определенной организации может послужить причиной и и блокировки этого счета то есть по сути проще говоря ваши деньги могут где-то зависнуть ну конечно это я сейчас уже ухожу углубляясь дебри но вопрос в том что состоит изначально что до того как вы поверите что это легко и просто вложиться в недвижимость легко и просто но с учетом своих законодательных особенностей с учетом того что вы не можете оплатить переводом возможно сразу потому что есть там свои особенности в общем сейчас говорить по каждый отдельный проект нюансы вторичка это или у застройщика вы покупаете нет возможности в этом видео я часто рассказываю может быть повторички посмотрите мои видео у застройщика когда мы покупаем посмотрите тоже видео если вдруг запутались приходите на консультацию частную отдельно ну и конечно если вы пересмотрели все мои видео и не нашли ответ на свои вопросы еще один нюанс который вы должны знать это некое наличие escrow аккаунта у нас опять же этот escrow аккаунт не гарантирует что вот ваши все деньги лежат задепонированы на этом счете и в любой момент как только строительство себя не оправдает возможно оно приостановится и вот взяли вам и вернули с этого счета деньги это тоже большая сказка не нужно быть настолько наивными чтобы полагать что ваши деньги где-то за депозит лежит и в любой момент готовы вам вернуть если у вас есть такое заблуждение вы посмотрите пожалуйста закон об escrow аккаунте от которой я тоже размещаю у меня есть телеграм-канал где я разместила все законодательные акты в сфере недвижимости по городу дубай по эмиратам дубая это в телеграм-канал у меня ссылка есть в этом видео часто и оставляю можете посмотреть и сами закон прочитайте и сами скажите мне где вы нашли это в законе где вам взяли и вернули ваши деньги с escrow аккаунта еще одним фактором которые наверное только в эмиратах у нас возможно друзья когда вы отправили деньги для покупки квартиры может быть первоначальный какой-то booking вы хотели сделать а эту квартиру уже успели либо продать либо ее невозможно потому что уже ее кто-то другой забукировал то есть настолько действительно возможно что это такая вот быстрая транзакция что кто-то до вас успел и ваши деньги остались не хотелось бы конечно здесь вас отвадить от мысли инвестирования но есть такие моменты когда именно это связано с тем что наверное большой ажиотаж сейчас на рынке поэтому вы должны быть готовы к тому что вы отправите деньги ваша квартира либо уже продана как это было с моими клиентами либо ее невозможно продать по каким-то причинам потому что вдруг она не принадлежит застройщику а принадлежит предыдущему инвестору который застройщиком в споре которые еще все еще судится или какие-то еще нюансы есть и это моя практика в основном я говорю вам конечно из негативного опыта поэтому это имеет место быть об этом надо знать и к этому надо готовиться еще один важный нюанс особенно юридически это очень важно обращайте внимание пожалуйста когда вам говорят что очень легко и просто купить квартиру а вы посмотрите сколько сособственников кто продает квартиру эти нюансы важны потому что если допустим продает квартиру юридическое лицо а кто подписывает кто является подписантом если доверенность правильно ли оформлена доверенности если продает недвижимость например физическое лицо если несовершеннолетние владельцу скажем у вашего объекта либо это сособственники в споре либо какие-то дополнительные нюансы когда собственники дают по доверенности продать квартиру если в этой доверенности право получить менеджер чеки на свое имя много много деталей юридически когда вы вникаете но может вы и не вникает это я вникаю но много нюансов которые на самом деле это не просто это нелегко и наверное это было бы наивно полагать что вот приехал и купил квартиру за границей очень легко и просто не вникая в законодательные особенности поэтому друзья не торопитесь ознакомьтесь со всеми основными документами по недвижимости знайте свои права если вы хотели бы правильно инвестировать очень правильно будет собрать всю информацию и конечно же проконсультироваться если у вас есть какие-то сомнения ну и подписывайтесь на мой канал очень много я даю информации я надеюсь что она вам была полезна приходите инвестируйте в эмираты здесь есть свои особенности нюансы но недвижимость иметь в эмиратах это прибыльно об этом отдельно будет наверное видео расскажу еще и у меня спрашивали какой бы недвижимость вы купили бы или покупаете это тоже отдельно на консультации делюсь я не буду рассказывать дабы не делать кому-то рекламу ли антирекламу но мне нравится мне нравится как устроено законодательство здесь как защищены инвесторы поэтому если знать свои права и делать действовать правильно то вы на верном пути поэтому спасибо вам друзья всем большое за внимание подписывайтесь на меня с вами была имана из караева юрист дубаи